Вот тот самый мод на Medieval Total War, который я обещал огнём и мечом. Вторая часть. Замечу, что это бета-версия. Однако давайте сначала выберем с вами государство и потом продолжим о самой игре разговаривать. Отключаем советы. Сложность самая высокая. Сложность битв аналогична. Неограниченное время уберём, чтобы не было с нашей стороны читерства. Неограниченное время битвы. А, ну да, наоборот, оставим. Посмотрим, кем играть будем. Ну, я уже знаю кем. Просто смотрю на государство и какие там преимущества, недостатки. Ясное дело, здесь у нас у Испании это терции. То есть копейщики, которые весьма серьёзны в обороне. Правда, флот требует и большая армия, требует больших расходов. Но, само собой, Испания в то время играла большую роль в истории Европы. Плюс, ещё учитывайте, что происходила 30-летняя война. А это значит, что Габсбурги, Испанские Габсбурги, в ней принимали активное участие. Венецианская республика. Тоже терции. Сильная пехота. В общем-то, много определённых заслуг. Саксония, Рыцгерцерство. А, ну, в общем-то, все вот эти европейские страны мне, в принципе, очевидно. У России очень большая территория. Ясно, у Османской империи громаднейшая территория. Империя Сефевидов. Сефевидов, вот так, да. Как-то произношение сложно. Корона польская. Все ребята хороши. У всех есть определённые преимущества и недостатки. В основном пехота. И все такие вещи на их стороне. У короны польской, как вы успели заметить, конечно же, это польские гусары. Это величайшая кавалерия того времени. Ну, а мы наверняка выберем Запорожскую Сечь. Так как сам мод называется Казаки огнём и мечом, будем играть за наших братьев. Сложности выставлены. Поехали. Сам мод, в принципе, полностью готов. То, что бета-версия вы не смотрите. То есть, фактически, там 0.9 версия. Почти полностью готова. Почти 100% готова. Да, есть определённые недостатки. Я читал про эти недостатки. Однако, они больше влияют на некоторые элементы геймплея. Там пару раз они появятся. В основном, всё в порядке. Чем же интересен этот мод? Как вы видите, переработанная карта Европы. Сокращённая. Само собой, относящаяся только к тем событиям, которые связаны с казаками и с этой эпохой. У нас есть сразу же определённое количество армий. Поэтому, начнём экспансию. Мгновенно начнём экспансию. Так как казаки только за счёт этого и выживали. По сути, тактика тут такая. Захват, грабительство замка или города, который попадёт под нашу власть. За счёт этого расширение своих войск. Ну и дальнейшие захваты и грабительства. Цель? Ну, цель 200 ходов прожить. По-моему, 200 здесь готов. Потом ещё посмотрим, уточним. Ходов прожить и захватить как можно больше земель. Как таковой победы, к сожалению, из-за того, что мод бета нет. Какие преимущества? По сути, тот же самый Мид Девил. Другие отряды, вы видите, переработанные, само собой, и на карте боя все отряды. То есть, по крайней мере, текстурки этих отрядов. В остальном, всё тоже. За исключением, конечно же, огнестрельного оружия, на которое делается основной упор. И я бы сказал, что вполне актуально делать такое прохождение. Учитывая то, что мы совсем недавно закончили Казаки 2, битва за Европу. Которая, несомненно, затрагивает уже другую эпоху, но, тем не менее, имеет общую связь. По крайней мере, название Казаки. Так, я думаю, здесь автоматом всё решится. Сразу же я говорю, что большинство битв буду играть автоматом. По многим причинам. Одна из них то, что бои в Мид Девиле очень долгие. Наблюдать за ними скучно и нудно. И так как я собираюсь пройти долгую кампанию, мы будем внимания обращать на них мало. В основном будем внимания обращать на стратегическую карту. Но основные какие-то супер крутые бои, какие-то такие яркие события, будем, несомненно, отыгрывать и на тактической карте. Так, условия победы осталось. Ага, 161 ход. 162 получается с самого начала. Как вы видите, у нас 1618 год нашей эры. Такая вот эпоха. Есть у нас сразу же возможность нанимать совсем неплохие юниты с хорошими показателями. На них и сосредоточимся. Но напомню, что это мод на Мид Девилл. Total War 2 часть. Поэтому, конечно же, все особенности этой игры тут соблюдены. Это замки, которые могут превращаться в города. Это города, которые развиваются, несомненно, больше в экономическом направлении, чем в направлении воинском. Замки, соответственно, намного легче удерживать в своем подчинении. И поэтому большинство городов будем оставлять замками. Но будем следить за пропорцией. Плюс будем читать вот эти вот истории. 1619 год нашей эры. 1 июня по условиям Диулинского договора из польского плена в Россию возвращается Федор Никитич Филарет Романов. 24 июня Иерусалимский патриарх Феофан III интронизирует Филарета в санмосковского патриарха. Видите связи? То есть между Иерусалимским патриархом и Московским патриархом. 19 августа. Фердинанд II Австрийский объявлен Чехии незложенным. Сейм избрал королем Фридриха V Пфальцкого. Войска пражской директории во главе с Генрихом Мятиасом Турном в течение шести месяцев осаждают Вену. 28 августа. Габар Бетлен с трансильванским войском вторгается во владение Габсбургов и занимает Пресбург. Место коронации венгерских королей. В октябре он поступает к Вене. Но в ноябре высланные Сигизмутом III на помощь австралий Лисовчика Кироговского под Гуменния разбивают часть трансильванского войска. Октябрь. Датский исследователь Йен Мунг в поисках северо-западного пути в Индию достигут зонного залива и после трудной зимовки в Устье. В общем-то, понятно. Определенные события произошли. Плюс дар совета у нас появился. Я на самом деле буду дальше читать эти все события подробно и обсуждать их более-менее подробно. Однако, перед тем, как у вас будет заинтересованность в этом чтении, необходимо дать общую картину того положения, которое царило в Европе того времени. А чтобы дать это положение, нужны какие-то воинские успехи на поле боя и какие-то конкретные уже шаги. Сторожа с пиками, в общем-то, это такая себе копьеносная кавалерия, ну а запорожская кавалерия стрелковая, соответственно, с оружием огнестрельным. Интерфейс тот же самый, как и в Медевил 2 Total War, единственные иконки. Иконки поменены, различных юнитов. В основном все то же самое. В чем интерес, спрашивается, этого мода? Ну, само собой, все отношения между государствами и сами государства переформатированы. То есть, они являются другими, относящимися к уже более поздней эпохе, чем сам непосредственно Медевил. Полная победа, супер. Замки с большим преимуществом численным захватывать неплохо, несмотря на то, что уровень сложности большой, тем не менее, это позволяет. Сейчас начальные юниты у врага простые, проблем не возникает. Наверное, грабим, потому что истреблять и так в замках не сильно много населения. Опять же, акцент делается в населении на городах. Четыре замка у нас уже есть. Недалеко мы успели продвинуться по временной шкале, но уже кое-что получили. Однако, получить не значит удержать. Построек в замках минимум, чтобы мы не сосредотачивались на экономике. В частности, и по этой причине я собираюсь потихонечку города развивать так, умеренным образом. Аккуратным, умеренным образом. Потому что замки дают стабильность, для нас она очень важна. Но посмотрим, как будет тут баланс сделан по отношениям с другими государствами. Если будет сильный натиск, нам нужна будет и экономика, и юниты. Однако, экономика не должна быть бунтовщической. То есть, города не должны нас подводить. Тоже будет непорядок, если все начнут бунтовать города в Медеволе. Тут посложнее ситуация, чем в Риме. Тотальная война с этими бунтами. Ясное дело, сейчас наше государство ничем таким не выделяется. Оно, наверное, самое маленькое на карте. Поэтому я и начал играть этим государством. Потому что самое минимальное. Плюс, интересная должна быть тактика игры за казаков. Именно такая быстрая тактика. Иначе мы упремся в более сильные вражеские государства и потеряем все преимущества. Так, ну что ж. Что еще я хотел затронуть? Какие еще моменты? Врагов у нас море. По сути, из европейских государств их будет мало. Московское царство с самого начала у нас тоже является союзником. Сохранимся. Может, на всякий случай посмотрим, что тут будет. Дальше. Это такой почти пробный геймплей получается. То есть я смотрю, как оно записывается. Смотрю по различным моментам. В том числе и глюкам. И я его удалю. То есть вы его не увидите, если там что-то пойдет не совсем так, как хочется. Если будут конкретные проблемы. Однако, почитав, вроде бы смотрю, что мод вполне играбелен. То есть без проблем можно его проходить. Что еще? Что-то еще я важное хотел сказать, но почему-то не помню. Почему-то вылетело из головы. По взаимоотношениям со всеми государствами мы потом отдельно затронем. Поговорим. Сейчас, в данный момент, у нас какой расклад. Польша, по сути, наш союзник. Потому что мы частично поставляем свои войска Польше. Ну, Украина, как по истории, она являлась в какой-то мере даже частью Польши. И в разное время именно Запорожская сечь или Тамаковская сечь, их было несколько таких мест сосредоточения казаков, они были таким себе полуавтономным образованием, которое, конечно же, не претендовало на власть над всей Украиной. В основном, вся Украина лежала в фарватере польской политики и, соответственно, подчинялась этой польской политике. О, здесь у нас преимущество тоже по юнитам. Да, полная победа. Потери есть, но потери в городах, мне кажется, ну и потому что я читал по отзывам на форумах, будут такие же точно. Здесь, в основном, баланс сделан так, что потери всегда равнозначные. Либо, если войска по пропорции, ну, понятно, по опытности, по крутости юнитов превосходят, ясное дело, что разгром очень вероятен. Честно, в Медевол уже давно не играл, мы будем его проходить, несомненно. Ну, для разбавления римской тематики решил пройти именно этот мод на Медевол. Мы затронем и сам оригинальный Медевол, как замечательную, интересную игру. Несомненно, это без каких-либо колебаний будет сделано. Однако, пока вот так, такое себе вступление. 161 ход, я думаю, не совсем много. Поэтому преодолеем их подренько. Если не столкнемся с какими-то убер-пупер трудностями. А мы с ними можем столкнуться, так как европейские государства полного видели в таблице, что количество стран громаднейшее. И по поводу тактики казацкой. У нас, так как стрелковые юниты, в основном эти стрелковые юниты, не получится уже прямых каких-то жестких столкновений. Это терциями, можно воевать пехотинцами, которые друг на друга идут и сражаются без огнестрельного оружия. Здесь же не так. Здесь в основном будет тактика обстрела вражеских позиций и отступление, соответственно, если угрожать нам будет противник с тяжелой какой-то кавалерии. Своебразная тактика. По крайней мере, она позволит нам немного отдохнуть от римских непосредственных столкновений. Кто смотрел мое прохождение Рима тотальной войны, видел, что я так медленно очень приспосабливался к игре. Очень часто нубил. Здесь постараюсь не допускать данных ошибок. Хотя прохождение нашествия варваров, которое уже тоже либо уже начало появляться на канале, либо чуть позже начнет появляться на канале, тоже стараюсь избегать тех проблем, которые у меня были в Риме. Ну и скажем так, эти игры, Медевил и Нашествие варваров полегче будут, чем Рим. То есть то, что там на сверхтяжелых уровнях, на полных тяжелых уровнях игралось и здесь, будет все же отличаться. То есть шансов победить намного больше. В частности, в битвах. Кандидат на усыновление. Ну, пожалуй, конечно же, принимаем. Итак, 1620 год. Сентябрь. Османская империя объявляет войну Речи Посполитой. 8-тысячное польско-молдавское войско Гетмана Желкеова и князя Крациани на Пруте прегреждают путь 25-тысячному османскому войску. В общем, такое столкновение между Османской империей и Польшей. Туркам удалось взять верх, сам Гетман погиб в битве. Такое печальное событие. 8 ноября. Битва при Белой горе. 25-тысячная имперская армия фельдмаршала Бюкаа и Оганна Тили разгромила 20-тысячную армию протестантов Турна и Кристиана Ангальского. Вскоре армия католиков заняла Прагу и чинила расправы над протестантами. А в 621-м войска имперские оккупировались в Чехию, Моравию, Селезию и Людзацию. Ну и ноябрь. Экспедиция датской и ост-индийской кампании во главе с Ове Гетди. Такие себе колониальные новости. Частично. Ну и, конечно же, поражение. Поражение и Победы в 30-летней войне. Известной как фактически одна из самых серьезных, кровопролитных и, по сути, меня изменивших карту Европы воин в истории западной цивилизации. Займем сейчас Берлот. Он никому не принадлежит. Между прочим, мы сразу можем атаковать без создания осадных орудий по причине наличия у нас пушки. Вот тот момент, который бы хотел сразу затронуть. То есть, вот такой вот расклад. Пушка есть, врата пробиты, значит, автоматически и вход в город доступен. Давайте посмотрим на конкретном примере на карте. Я покажу, что потери фактически равны и с автоматом и так. Медывали расклад другой по автоматическому расчету битв более, скажем так, справедливый, менее читерский. Однако он весьма читерский тогда, когда вражеские юниты значительно превосходят нас по опыту. Плюс, если конница против копейщиков, ясно, тут исход, сколько бы у вас конницы ни было, практически копейщики должны победить. Ну и в частности других юнитов, соотношений и пропорций это касается тоже. Поставим полководца вместе, пушку на пробитие ворот. Вот я не знаю, кстати, у нас получается одна пушка осталась. Сможет ли она пробить врата? Может быть, нужно было автоматом? Интересно будет, посмотрим. Тут уже ничего не поделаешь, если не хватит, тогда отступим. Бывает и такой, прокол. У них тоже войска с ружьями стоят. Ну не знаю даже, соприкоснемся с ними или нет. Все зависит будет от пушки, которая нам проложит путь. Либо не проложит. Ага, не только. Да, у них тут и копейщики есть. Копьеносная конница. Вроде бы не подтормаживает ничего, я больше всего беспокоился за это, что текстуры сменены на юнита, хотя это не должно влиять, но тем не менее, что они будут как-то тормозить весь игровой процесс. Все нормально вроде бы получается. Это для нас очень важно. Как знак того, что мы можем свободно продолжать игру. Урон 19, а мы выстреляли... Да не такую уж и большую часть боезаряда, однако нет. Вы смотрите, у нас может буквально не хватить несколько процентов для того, чтобы уничтожить врата. Да, мы до половины почти доходим, но 50% урон вратам не нанесен. Вы смотрите, да, у нас получается будет такая гадость и подлость, что не хватит совсем чуть-чуть. Обидно будет. Такая фейльная первая битва на карте. Не получившаяся, вернее. Нерассчитанная. Я ускорил в 6 раз, между прочим. То есть... Шестикратное ускорение включил для того, чтобы по-быстрее все это происходило. Да, чуть-чуть не хватит. Буквально чуть-чуть не хватит. Вы смотрите, сейчас, наверное, 90% будет и все. Ага, они еще плюс промазали пару раз. Да, все, мы израсходовали. Почти победа. Мы были у цели, но почти. Когда ты видишь раздоры среди врагов своих, то можешь сидеть и перваясь с друзьями. Когда же враги объединились с единой целью, то натяните Тиву на лук свой, укрепи крепостной вал. Саади. Такую фразу высказал. Пришлось отступить. Ну... Да. Надо было не спешить. Ничего, в следующий раз, я думаю, все получится. С одной стороны, читерским весьма является, когда на автомате у вас вот с таким боезарядом пушки все получается. А непосредственно на самой карте не совсем выходит. Так как не хватает элементарно нескольких процентов для поражения ворот. Однако это есть, скажем так, вот как раз жертва. Жертва этой скорости, с которой мы захватили вражеские крепости. В чем есть большая необходимость? С Польшей, с короной польской мы, наверное, сейчас пока воевать не будем. Здесь еще очень важный элемент есть и момент, чтобы правильно строить взаимоотношения со всеми державами. На самом высоком уровне сложности тут дипломатия слабовато работает. То есть, если государством у вас отношения испорчены, то наладить их вы вряд ли сможете. В чем есть и особенность данного мода? Потому что казаки, по сути, они не считаются такой важной дипломатической единицей. Презираются. Ну, так как... Очевидно, в то время в Европе считались дипломатической единицей в основном только представители королевских царских родов. Казаков ничего подобного не было. Как и фактически собственного, отдельного, в привычном для европейских монархий смысле слова, государства. Однако, в определенное время у казаков была самая сильная армия в Европе. Чем они, конечно же, не воспользовались. Смогли они задавить самое сильное государство на то время. Причем, существенно, это корону польскую одной из самых сильных государств. Однако, не развили свое наступление, в результате чего потеряли свою государственность. Об этом все мы будем говорить. Будем говорить и о казаках. Не только о них, о 30-летней войне. Мне, как украинцу, конечно же, приятно говорить об этой второй фактически такой выдающейся стадии в истории Украины. Потому что первая стадия это была Киевская Русь. Именно то место, откуда пошла вся государственность на славянских землях, частично вся государственность, несомненно, государственное, псевдогосударственное образование, более слабое, возникали и в Новгороде, и в других землях. Но, тем не менее, Киевская Русь доминировала в течение нескольких веков и было основным форпостом славянизма, так сказать, на территории. На вот этих наших территориях, на которых мы живем. Продолжение следует...